всем привет или good morning у нас сегодня большое событие мы сегодня наконец-то становимся британцами то есть british citizens британские граждане подданные королевы а уже королю точно и как настоящие британцы мы начинаем наш день с английского завтрака english я уверена что наши оды помнят как мы переезжали в англию сегодня мы покидаем навсегда наш дом мы съезжали с нашего дома и будем переезжать в другую страну прощальное фото фото на память мурочка похоже мы подъехали вот к твоему терминалу грузовому грузовой терминал аэропорта борисполь пока украина мы едем жить в лондон все мы взлетаем привет мой свет у нас посылка из украины приехала у нас посылки сотрю ухты у мешок последняя посылка из одессы это было в начале 2017 года почти 8 лет мы здесь практически обританились в этой англии мы начинаем забивать русский никто так не говорит говорят говорят и особенно мы которые английский особо за 8 лет не выучили это я не у нас с мамой а зрители наши знают что особенно у макса есть уже проблемы с его родным языком нет у меня проблем мне вообще легче говорить на английском ну вот сегодня мы и подтвердим это и официально станем британцы ну все берем тарелочки садимся за завтрак и нас там еще ждет english breakfast tea английский чай я обожаю чай можно налить конечно наливай я принесу сейчас вилочки и ножки что мы сегодня пьем на завтрак English breakfast tea чай с английским завтраком прошу всем приятного аппетита сейчас мы позавтракаем и покажем вам еще немного английских традиционных блюд вообще сегодня будем вести целый день традиционно английский и да у нас сегодня в три часа церемония поэтому все быстро делать приятного аппетита по-немецки знаю гутин аппетит бон аппетит как сказать да делись особенно ну как мы красивая мы оделись традиционную английскую одежду такой вот коричнево-колетчатые как пиджачки жилеточки в общем настоящие англичане и сейчас в этом образе мы будем вам показывать настоящую традиционную английскую еду презентация начинается кстати да куплено в традиционном английском магазине это блюдо называется сконс обычно это блюдо едят после обеденный час это такие очень вкусные с маслом печенюшки с кремом и даже тут еще с вареньем сейчас только презентуем почему два чтобы идеально нас есть четыре каждому будет но сначала давайте закончим презентацию у меня например стики тофи пудинг он уже был встречался у нас видео это такой карамельно вкуснейший сладкущий пудинг который в духовке еще разогревается его ешь это будет эта карамель и растекается очень вкусно но это еще надо его в духовке разогреть сладкий что аж печет язык очень сладкий даже макс любитель сладкого не сильно любит его но это вкусно у меня пудинг рисовый пудинг вот этого я не понимаю сладкую рисовую кашу разложили по таким вот стаканчиком и сказали что это пудинг но с жирненьким кремом вкусным потом флапчак это такие гранола-бар типа печенюшки из овсянки овсянка сэр но это не та овсянка это десертная печенюшковая овсянка она так пахнет маслом жаль что камера не передает англичане любят выпечку на масле вот только масло из жиров больше ничего переходим это картошечка а внизу слой мяско мясо может быть разные в данном случае это это баранина как и не очень любит не будет есть а мы с максом с удовольствием это как раз вот на двоих можно поделить пишите в коментах если вы уже что-то такое пробовали дальше сквари на и это так и называется рост биф рот тут есть картошка можно снять вот хлеб это называется морковка и горох и мясо в грабе соусе йоркшир пудинг это такой до булочка такая очень вкусная куда можно наложить мяско и будет а я что делаю у нас в школе каждая я беру йоркшир пудинг и ставлю криви внутрь и так вкусно это короткий хлеб печенюшки тоже с маслом да есть пол баттер скотти шотландские шортбрэды алл баттер это значит что никакого маргарина никакого кокосового масла чистое масло я пока покажу я тоже последняя бромли apple crumble это пирог яблочный с крошкой такой вкусной это мне я люблю мы это все любим потому что что потому что мы без пяти минут англичане у меня уже закончилась что можем есть есть уже нет есть еще самый главный о котором знают в англии хорошо но мне кажется не сильно популярный в мире это фастфуд английский который мы сейчас пойдем не купим и вам покажем показывать печенюшки ухты они красивые я обожаю я обожаю шортбрэды короче это у нас будет ужин или к чаю вот это подъедим а сейчас идем выбирать себе самый традиционный английский постфуд ну или вот коричневый такого цвета решить штаны на юбку и тогда пойдем так вот в таком можно куда угодно в театре в ресторан куда угодно а вообще-то кто смотрел острые козырьки сериал а в англии 500 лет назад так надевались посмотрите сериал пики блайндер я вам советую очень крутой острые козырьки и там стиль няжные пацаны все такие были в кепочках мы идем запишем чипс правда не в традиционной английской одежде ну так тоже англичане ходят столько лет здесь живем первый раз сюда заходим тут такой выбор 5 или 6 видов рыбы можно плюс еще что-то растерянности теперь традиционно ждем кстати не дешевое удовольствие 30 фунтов за три порции фишин чипса даже сама королева любила фишин чипс и мне кажется король сейчас тоже сейчас попробуем я думаю должно быть вкусно за такие деньги постфуд такая большая тут килограмма 2 еды горячей мы очень теперь по традиции как английские студенты должны сесть прямо на полу есть они так реально так и делают тут молодежь ты видели как сидится просто на землю но я так делать не буду идем сейчас где-то найдем лавочку и посидим и вкусно поедим тут еды не знаю на десятерых мы будем обедать с видом на птичек есть рыбку может и птичек угостим край мы взяли три разные рыбы я вот не знаю где какой это кстати такие вилки это ты хочешь такой макс хотел обычный код это place у меня у макса будет код код это типа треска еще какая-то рыба это все вау это у меня как будто вы камбала смотрите плоской какая еды очень много это на двоих мне кажется впервые едим фишин чипс на улице такая здоровенная можно было одну порцию на два брать очень вкусно тартошка зачетная а рыбка это огромный прям кусок рыбы посмотрите горяченький паритаж все привыкаем есть фишин чипс но не всегда на улице уже как жизнь покажет это макдональдс макдональдс в настоящая английская еда и так мы вкусно пообедаем потом обязательно афтенун ти и потом едем на церемонии она и через буквально два часа мы станем настоящими британцами будем ходить так гордо с поднятой головой наш лондон наступило время афтенун ти после обеденного чая вот так вот вкусно мы пообедали вы видели я в сам шоке какая крутая казалось фишин чипс сейчас будем показывать вам традиционные английские десерты к чаю вот это это можно было бы и на завтра как называется потом яблочный пирог с этим с крошками вот такой посмотрите сколько там яблок сверху немножко присыпан крошками самый сладкий здесь десерт это стики тофи пудинг посмотрите на это плавает в карамели я так долго ждал это пробовать на джек и и рисовый пудинг можно угощайся приятного вам чай я сейчас быстренько пьем часть собираемся идем на церемонию и очень очень скоро мы станем гражданами бутин аппетит время так давайте быстренько быстренько заканчиваем еще ж надо собраться и доехать красиво себя привести в порядок все встречаемся на выходе на британцы скоро наступил тот момент что мы без пяти минут британцев были только украинцы а будем британа украина англо-украин готовы готовы конечно ищем где наша церемония она будет где-то здесь этом красивом административном здании но какой комнате сейчас узнаем я не знаю ли там разрешат нам снимать мы уже заходим если нет тогда уже на выходе встретимся если дата на кусочек вам пока а ты снимаешь такой вот информационные буклетики been a british citizen мама это тебе почитаешь детям говорят не обязательно посмотри посмотри и тут дальше всякая информация там кстати есть угощение чай кофе печенюшки и водичка какой лучше золотыми буквами написано и тут корона есть british passport united kingdom all great britain and northern island а что внутри не покажу это секрет ничего мы идем фотографироваться сделаем официальную фотку все мы пофоткались и следующая церемония будем сейчас читать я не знаю присягу на верность королю ай оксана федорук ай андрей федорук ай андрей федорук ай андрей федорук ай андрей федорук А, мы будем петь кимбр. Я не знаю, на чём на ленту. Учи. Смирцы и покинь. Я знаю, что стало. Я. Я знаю немножко. Я думаю, нам петь надо будет. Мы просто прослушали. Идём за фотками. Я бритландская. Бритландиан. Закончилось. Мы уже сертификаты получили. Даже распечатали фотографии. Вот такие вот мы, британцы, уже здесь. Смотрите, какая красота. Вот, даже с мэром мы фоткаемся. Мэр нам вручал сертификаты о гражданстве. Мы бритландские. Мы теперь бритландцы, как Катя говорила. Идём праздновать ресторан. Идём. И в этот знаменательный день мы закончим в ресторане. Правда, у нас нет близко таких вкусных британских ресторанов. Мы пойдём в испанский. Поедим какой-то паэльи. Может, что-то другое выберем. Идём с нами, да. Будем сейчас выбирать, заказывать. Да. Так же традиционная еда. Ну, мы и завтракали, и обедали британской едой. Поэтому на ужин уже будет испанская. Кстати, британцы едят всякую разную еду. У нас только в нашей деревне и китайская, и японская, и индийская. Какая хочешь кухня есть. Нам принесли стартер. Ещё нас ждёт большая тарелка паэльи на всех. И всем приятного аппетита. Вот так вот мы празднуем наш британский паспорт. Давайте выпьем за наше британское гражданство. За то, что мы теперь официально бритиши. Всё, оставайтесь с нами. Поздравляйте нас в комментариях. Что-то Катя хочет сказать. Перед тем, как вы пишите комментарии про это, это без алкоголя всё гуд. Да, это сангрия, компотик такой вкусный. Так что можете поздравлять нас в комментариях, ставить лайки. И всем пока-пока. У меня ангрия. Сука. Приятного аппетита по-английски. Спасибо. Нет приятного аппетита по-английски. Enjoy your meal. И десерт. Я неправильно использую. Я хотела вот так сказать. Так, ладно. М-м-м.